Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия! Итак, продолжаем. Теперь давайте в этом ролике заменим внешний вид костям. Ну и посмотрим, может быть в следующем ролике уже попробую сделать анимацию именно мимики. Ну давайте так. Вот так выглядит персонаж в Иви. Так, а вот так вот выглядит он Cycles при настроенном свете. Ну еще свет я буду поправлять. Тут задний свет, боковой, верхний, нижний, верхний, угловой какой-нибудь там поставлю. Черт, какие у них там названия еще. Так, ну вот пока такой внешний вид Cycles. Выходим на Иви. Переключаемся вот в такой внешний вид. Если у вас включена прозрачность, вот, и вы не знаете, как ее убрать, это вот это вот окошко. Так, что тут еще есть? Свет я пока весь подключу. Видимость костей включаем и выбираем кости. Заходим в PostMode. Первым делом давайте настроим косточки глаз. Это значит, получается вот эта кость. End панель. И так, здесь не тот аддон. Вот, Rig Tool. Выбираем из списка Easy. Смотрим, что тут получится. О, это оно. Здесь вот настройка панель. Так, это размер. Ну, здесь, значит, у нас развор... Ах ты, не на то нажал. Так, здесь у нас... Что у нас тут будет? Вот, разворот у нас идет. Ну, ставлю 90 градусов. Так, это глаза. Ну, управляющая кость. Теперь, значит, ее же нужно поднять. Ну, давайте повыше поднимем единицы на лопаде. Ну, сделаем побольше. Так, почему она так в кривь пошла? Так, во. Вот эту функцию ставим на ноль. Ноль, Enter. Все. Выровнялось. Это теперь будет у нас глаза. Выбираем косточки, которые отвечают у нас, значит, за привязку глаз. И назначаем им... Опа, не это. Назначаем цирку. Крит. Так, цирку тоже поворачиваем. Это на сколько мы его поворачиваем? На 180, значит. На 180 градусов. Делаем движение вперед. Вот сюда. Вот в эту центральную нашу косточку. Так, теперь поднастроим кость вот эту, именно веки. Не знаю, что на нее выбрать, чтобы отличалась от костей глаз. О, ну давайте тоже на нее выберем, значит, Изи. Где она там появилась? Так, тройка на нампаде. Опускаем ее вниз. Вот так. Делаем ей скайл чуть поменьше, еще, значит, вниз. Ну и попробуем теперь перекрутить ее, значит, на минус 90. Так, она перекрутилась. Опускаем ее теперь тоже пониже. И делаем ее поменьше. Так. Единица на нампаде. Ну, вот так пойдет. Выбираем теперь вот эти две косточки. И чтобы они отличались, мы им поставим план. Значит, план. Применяем. Ну, вот как раз. Тут будет квадратное, а там будут круглые. Так, где они тут-то не попали в эту, в рамку. Так. Еще надо их уменьшать. Ну, вроде бы попали. Так, теперь чуть-чуть их еще поменьше наделаем. Так, а вот эту, наверное, побольше сделать надо. Угу. И чуть-чуть подправить. Так. Тройка на нампаде. Семерка на нампаде. И немножко ее подкрутить. Почему-то здесь сбитый центр у этих губов. Двигать их нельзя. Можно просто отдельно попробовать поставить им ну, давайте куб. Так, не цирк, а куб. Делаем, значит, им скайл. И передвигаем вперед. Ну, что-то в таком духе. Так, и здесь татакуб. Так, и здесь он, по-русски. так ну тут что-то с настройкой кривовато получилось да так эти вроде ровно стоят это изи вот так поставим да что-то она привязана как-то куда-то не туда ну пусть пока в таком духе сейчас потом все это дело попробуем подправить так а куда она делась это мы подправим так ладно не будем пока отвлекаться вот эти настройки аж английская закроем мы давайте так рот оставляем веки вот эти все второстепенные значит косточки зеленые вот эти давайте через shift выберем и заменим их на кубы так что-то у меня стал подтормаживать даже наверно мы заменим на сферы вот эти все зеленые кости остальное на кубы так вот со светом с настройкой света и уже прям таки подтормаживает сейчас все это попробуем исправить выбираем это будет у нас сферы и значит жмем крит так размер и уменьшаем это все на место как-то так и чуть-чуть еще поменьше их ну чтобы хотя бы было их видно так есть такое дело назначаем теперь так где это все дело так-так-так-так забыл кости бенди бон деформ реалюжен вот бон группс назначаем группу выбираем это будет у нас желт так не желтый это пусть будет у нас зеленый свет и сижен применяем так теперь выбираем какую-нибудь одну косточку управляющую так ну вот эту допустим меняем ее на кубы на куб крит сразу ее отрегулируем среднее что-то пускай будет вот так все теперь выбираем уже остальные кости управляющие и поставим тоже на это дело все кубы сначала на одну сторону потом на вторую так опять же уши крит уменьшаем немножко в размере так партнете так здесь можно будет уже запутаться значит так где-то так где-то вот такая настройка будет вроде бы все по щеке вроде бы все попадает так этому этому всему назначим группу красную чтобы было все видно так сразу надо заменить наверно косточку головы так ее наверно выберем вот эту форму и чуть-чуть ее значит до лупа опустим так семерка на нампаде и стрелку можно перевернуть перекрутить так 180 все нормально перекручено так кубы есть с этой стороны тоже давайте сделаем кубы вот 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 так что то relation и чуть-чуть опустим пониже. Вот так будет, наверное, поприкольнее. Две разные настройки с двух сторон. Управляющие, значит, так они будут нахлёстываться, наверное, всё-таки на сферы. Давайте чуть-чуть выше под ним. Всё нормально. Так, вот эти косточки носа, потом косточки вот эти вот вспомогательные. Что им поставить. Давайте финджер. Так. Ctrl-Z. Одной косточки ставим финджер. Вот этой разворачиваем её. Насколько нам надо. Так, а куда она крутится? Угу. Ну и делаем скайл. Передвигаем и немножко скайл. И чуть-чуть поднимем кверху. Вот так будет нормально. Теперь заменяем вот эти косточки. На эту тоже кость. Эту тоже кость. На финджер. В принципе, нормально. Так, вот эти височные. Те, которые на лбу. Вот эти косточки. Их тоже можно... Давайте на финджер назначим. Всё нормально. Назначим этому финджеру какую-нибудь группу. Пускай будет вот это вот. Чтобы хотя бы как-то обозначены они были. Так. Рот я не буду вот эти кости менять. Чтобы не путаться. Он нормально выглядит. Всё хорошо видно, как он будет работать. Так. Теперь. Вот эти кости. Это тоже у нас финджер. Она не нужна в принципе. Она работать не будет. Давайте тоже ей сижим. Будут работать косточки, значит, зубов. И то не всегда. Если, ну как, настройка будет, то в основном губы будут работать челюсти. Ну, зубы-то не двигаются. В принципе, можно и их тоже скрыть. Так. Давайте выберем их. И выберем что-нибудь. Так. А что им выбрать? Line. Это просто линии. Не интересно. Так. Теперь. План. Поле. Что за поле? Нет. Поле нам тоже не надо. Тайл. Вот. Пускай тайл будет. Вот так вот. Назначим группу, значит, зубам. Это будет у нас синий. Я сижу. Так. Косточка челюсти нам вот это будет всегда. Нужна. Давайте. Давайте на нее поставим план. Крит. И увеличим его прям побольше. Вот. Теперь мы знаем, что это у нас челюсть. Ее всегда будет видно. Взять можно вот в любой момент с любой точки. Так. Что это такое? Вот это. Это у нас тоже губ. Просто сделаем его побольше. Так. Здесь изменим. И назначим ему группу тоже красная. Так. Чтобы видеть. И вот этим тоже группу поставим красную. Заменим вот эти косточки тоже на кубы. Пускай будут. Пускай будут, как говорится. И этим тоже на кубы. Чтобы они хоть одинаково как-то разместились. Вот. теперь понятно. Так. Теперь вот эти кубы. Это тоже красный цвет. Так. Это у нас идет. Так. Вот это ключицы. По прошлым роликам. Сейчас как курс я выбирал. Так. Крит. А ну-ка. Нет. Не это. Так. Хант. Поли. Куб. Изи. Финджер. Лут. Можно. Ну. Тоже неплохо. Но не то, что я хотел. Вот. Так. Тайл. Нет. Триэнджел. Может. Нет. Это треугольники. Арм. Точно. Арм. Вот так как-то. Так. Свет им назначен. Какой-нибудь. Так. Ну. Давайте коричневый. пойдет. Это у нас получается пинджер. Они нам нафиг не понадобятся руки. Ну и вот это вот шея. Как бы вот обыграть их. Так. Ну давайте на тело поставим. Ставим. Так. Циркл. Крит. И чуть-чуть его значит вот так перекрутим и поднимем. Чуть ключицу. Можно даже еще сделать скайл побольше. все нормально. Круг есть. Нет. Большеватый она будет. Чуть-чуть поменьше его сделаем. Так. Ну и на шею тоже поставим тогда тоже крит. Чуть-чуть ее перекрутим. И сделаем. Размер уменьшим. Так. Вверх-вниз. В принципе пойдет. Так. Горло. Горло. Ну давайте так же. Значит здесь у нас будут сферы. А здесь у нас будут кубы. Так. Где у нас кубы? Так. Кубы опять же у нас будут красные. Потому что я их должен видеть постоянно. Так. Теперь вот эти косточки рта я не буду повторюсь убирать. Единственное. Единственное что мне не понадобится. В принципе и понадобятся вот эти вот кости глаз. Так. А ну-ка. Вдруг их где-то подправить там веки надо будет. А я их не увижу. Да? Ну давайте тогда на них. Так. А что ж на них поставить? Ну давайте арм попробуем. Отличаются они как раз от сфер. Сразу понятно что это уже глаза. Так. Что тут у нас получается? Так. Там у нас глаз. Ну и тут делаем арм. Только этот арм будет значит у нас. Один будет зеленый. А другой будет красный. Которые работают постоянно. Косточки. Они пускай будут постоянно. Так. Ну пусть будут синие наверное. Думаю разберусь. Ну и вот эти косточки тоже заменяем значит на арм. Это будет у нас тоже синий. А внизу будет арм. Зеленый. Так. А вот эти косточки на носу наверное пускай остаются и в глазах. Чтобы я их видел. Итак. Вот так изменился наш персонаж. В следующем ролике надо протестить его именно на болтовню. На движение головой как-то. Ну чтобы он что-то такое говорил делал. Вот такая вот настройка. Ну давайте протестим. Это я сохраню сейчас файл. Так. Файл save as. Это еще один вариант. Пробуем. Значит так. Р. Крутится. Но. Вы видите что здесь вот когда крутится голова. Крутится и грудь. Потому что у нас вставлены здесь кости. Давайте исправим это дело. Это значит. Edit Mode. Вот эту косточку shift D. Делаем S, R, G. Подставляем на грудину. И грудина в принципе не должна теперь двигаться за шеей. Вот такая штука. Вяжем ее тоже на голову. Ctrl P. Keep all set. Object Mode. Выбираем персонажа. Выбираем кости. Ctrl P. Width automatic widget. Все это дело перевязываем. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. Все это косточка у нас будет циркла вот эта. Она заменилась. Мы же ее сдублировали. Значит нам нужно ее поменять. Поменять я ее наверное поменяю. А что это за хеет левая. Рука не надо. Благодарю. А. Ctrl Z. Ctrl. Ага. Выбираем только вот эту косточку. Тут надо понаделать еще побольше вот этих вот. Значит деталей. Форм. Ну давайте тут фингер поставим. Чуть чуть скайл. Вниз. Чуть прибавим. Вот я думаю ее будет видно. Вот эту кость. Так. Проверяем. Если мы теперь. Тройка на нампаде. R. Ага. Теперь у нас кость движется. Ctrl Z. Проверяем. Edit Mode. Перевязываем эту косточку. Значит. Ну давайте вот к этой. Ctrl P. Keep Offset. Смотрим. Посмотр. Если я сейчас буду крутить. О. Вот так будет получше. Коды можно будет регулировать. Так будет получше. Так. Тройка на нампаде R. А вот так вот уже похуже. Постоянно корректировать. Ага. Ctrl Z. Не беда. Значит. Post Mode. Edit Mode. Мы вот эту. Вот эти две. Даже одну косточку привяжем к этой. Ctrl P. Keep Offset. Во. Вот теперь верую. Вот так теперь будет лучше. Ctrl Z. Открываем root. Все нормально. G. Все работает. Ну вот такая прокатилась. Настройка. Осталось теперь попробовать. Как все это дело будет работать в анимации. Так. А где у нас тут? А. Пардонте. Alt H. Вертаю назад. Значит. Настройка наших глаз. Выбираем глаз. И смотрим. Так. Если мы в Post Mode. G. Вот. А то так у нас все светит. Все работает. Кайф. Сохраняем. Нормально. Нормально. Сохраняем этот вариант. И этот вариант вы можете скачать ссылкой в описании дроби файла. Так. Сразу я вам включу видимость всего. Что. Чтобы вы не запутались. И пришлю вам те файлы. Где кости не настроены. Где кости не настроены. Чтобы вы сами попробовали настроить. Если вам нужно настраивать кости. В принципе вам нужно даже не вот это удалить. YGT Shapes. Вот эти все кости вам просто нужно удалить. И тогда у вас кости останутся прежними. Так что будет один файл. Вот. Пользуйтесь. Пробуйте им. В следующем ролике. Можете попробовать сделать. Как я буду. Объяснять. Делать. Все. Всем пока.